Судьба актрисы Дины Дурбин. Эдна Мэй Дурбин родилась 4 декабря 1921 года в Канаде, в городе Виннипеге, в семье иммигрантов из Манчестера, из Англии. Родители переехали в Голливуд в 1923 году, когда Эдне не было и двух лет. В будущей звезды была старшая сестра Эдит, которая помогала ей в 30-е годы. С детских лет Дурбин отличала пристрастие к музыке и прекрасный голос. В 14 лет она заключила контракт с киностудией MGM на съемки в короткометражных фильмах совместно с Джуди Гарленд. Первый успех пришел к ней после съемок в мюзикле «Каждое воскресенье». Однако руководство студии не захотело продлевать контракт с Диной Дурбин, и она перешла сниматься в киностудии Universal Pictures. Первый же фильм «Три милых девушки» вновь стал для нее успешным. В 1938 году она получила престижную кинопремию «Оскар» в молодежной категории. В 1940 году она была самой высокооплачиваемой актрисой в США, получая за съемки в одном фильме 400 тысяч долларов. Основным амплуа Диной Дурбин были роли маленьких золушек. Такой ее видели режиссеры и зрители. В середине 40-х годов она попыталась сняться в более сложных ролях – в фильмах «Рождество» и «Леди в поезде». Но публика не приняла эти роли. Зрители предпочли видеть ее в ролях тех девушек-подростков, в которых она появлялась на экране. В 1948 году руководство киностудии прекратило контракт с Диной Дурбин, заявив, что она слишком стара, чтобы играть роли молотеньких девушек. А для более сложных ролей она не слишком талантлива. При этом руководство студии забыло, что именно фильм «Три милых девушки» в свое время спас киностудию от банкротства. В 1948 и 1949 годы стали самой черной полосой в жизни Дины Дурбин. Прекращение съемок в кинофильмах, развод с мужем. Ее в этот сложный период жизни поддержали два человека – сценарист Джо Пастернак и французский кинорежиссер Шарль Давид. В 1945 он был режиссером фильма «Леди в поезде». Первый предложил ей вернуться работать на киностудию MGM, но она отказалась. А за второго она вышла замуж и уехала в Париж. В брачном контракте было записано, что она имеет право жить в безвестности. Этот пункт был включен по ее настоянию. С тех пор она практически никому не давала интервью, делая исключение в самых редких случаях. А добивающимся интервью журналистам она отвечала по телефону, что он может сказать только одно – «Я ненавижу Голливуд». Руководитель MGM Луис Баттер Майер несколько раз пытался уговорить Дину Дурбин возобновить контракт. В начале 50-х он предложил ей почти миллион долларов за съемки в фильме вместе со знаменитым певцом и актером Марио Ланца. Дурбин отклонила предложение, как и главные роли в бродвейских мюзиклах «Моя прекрасная леди» и «Оклахома». Деньги, которые она заработала на съемках, были удачно вложены в бизнес и позволили ей вести вполне обеспеченный образ жизни. В 1999 году ее муж Шарль Давид скончался, и с тех пор Дина Дурбин проживала в городке «Но Фоль-ле-Шато» около Парижа. В СССР в прокате был очень популярен фильм «Сестра его дворецкого», в котором она исполнила фрагменты трех романсов на русском языке. «Эй, емщик, гони как яру, калитка, две гитары». Центральное телевидение неоднократно включало эти песни в состав праздничных киноконцертов. Знаменитый советский и российский виолончелист и дирижер Настислав Ростропович в середине 80-х в одном из интервью отмечал, что творчество Дурбин оказало на него очень важное музыкальное влияние. 30 апреля 2013 года в сообществе актрисы было опубликовано сообщение ее сына, согласно которому актриса скончалась несколько дней назад. Никаких других подробностей смерти не было. Позже было сообщено, что актриса умерла около 20 апреля.